В 1598 году в Восточной области Франции произошел странный случай, связанный с оборотнями. Все началось с сообщения о том, что два молодых брата подверглись нападению волков, но выжили. По признанию одного из них, один из волков был похож на человека. Услышав эту новость, местные жители тут же бросились на поиски этого существа, которое, как считалось, было оборотнем. В самый разгар поисков в лесу они случайно встретили девушку по имени Перенет Гандилион. Увидев, что на ее одежде присутствуют следы крови, даже не пытаясь разобраться в ситуации, жители деревни прямо на месте безжалостно убили бедную девушку. Дело было еще и в том, что фамилия Перенет обладала дурной славой в тех местах, так как их носители считали слугами дьявола. Не успокоившись над своим злодеянием, жители деревни обвинили старшего брата убитой девушки, Пьера, а также его сестру, Антуанету, и их двоюродного брата Джорджа, в том, что они оборотни. Но, как ни странно, вместо того, чтобы опровергнуть эти обвинения, Пьер и Джордж фактически их подтвердили, заявив, что способны превращаться в оборотней. Пьер признался, что может превратиться в ликантропа, когда наденет волчью шубу, а Джордж сказал, что использует некое зелье, когда хочет измениться. Услышав эти слова, судья Анри Боге, занимавшийся рассмотрением этого дела, немедленно приговорил всех троих гондиллионов к смертной казни через сожжение на костре. К слову, этот же судья, специализировавшийся на мистических делах за время своей карьеры, приговорил к смертной казни не менее 600 человек за подозрения в колдовстве.